проверка связи как это по-русски вечная проблема когда ты знаешь латинские названия у тебя в голове полная каша из русских названий которые ты просто уже не помнишь для этого надо их проверять вот чтобы разговаривать на языке который понятен всем и не только тем кто долго долго изучал латынь и мне на самом деле просто здесь не хватает цвета в нашем городе при том что у нас очень много красивых полевых оттенков но цвета мало поэтому я люблю быть поярче просто хоть как-то компенсировать особенно когда наши толпы темные ходят like точно позже мой склерозник вот-вот и бэкстейдж кстати здравствуйте во-первых я хочу провести некоторые маленькую работу над ошибками потому что мои уважаемые коллеги друзья и просто знакомые покритиковали меня за излишнюю легковесность терминологии и описание некоторых процессов я думаю по мере того как мы будем записывать наши ролики дальше я об этом расскажу сейчас я начну с ответа на вопросы виктор не могли бы вы огласить примерный список того в чем вы гуру а муж тогда подготовим вам вопросы хороший вопрос во первых наверное все гуру наверное человека которому повезло сделать свое увлечение своей работой непростой надо сказать потому что живая природа в том числе люди с которыми общаешься с которыми работаешь это достаточно большие задачи которые приходится решать достаточно сложные задачи что мне нравится мне нравится растения мне нравится садоводство мне нравится ландшафтная архитектура и наверное в той или иной степени архитектура обычная но понятно что это не тема этого канала понятно что не архитектор и ботаник садовод человек закончивший курсы ландшафтного дизайна поэтому даже при общении заказчиками я никогда не называю себя словом архитектор потому что я понимаю что ландшафтный архитектор это совершенно отдельная компетенция которая требует отдельного специального длительного обучения что куда посадить как сочетать какие-то архитектурные решения какие-то решения сада чтобы он был более компактный более комфортные более легкий в уходе более дешевый в уходе потому что легкость и дешевизма в данном случае оказываются синонимами потому что либо вы тратите свое время либо вы нанимаете людей которые работают за деньги которые тратят свое время за деньги за зарплату или гонорар поэтому вот так задавайте если смогу ответить ответу с отвечу с радостью если я не сумею найти ответ своей голове сразу же я постараюсь поднять разные источники начинает литературу и заканчивая коллегами потому что очень часто не все можно найти в интернете сегодня мне нужно было для собственных композиций которые делаю попробовать найти чтобы показать заказчику сочетание горянки и гауцидиума так вот я не нашел ни одного фото хотя я знаю что люди это выращивают google не выдал ни одной картинки хотя я знаю что когда эти фотографии видел и делал сам и при том что есть ощущение что в интернете есть ответы на все они не есть не на все и они часто мягко говоря далеки от того что должно быть на самом деле слишком часто это выдумка поэтому будьте осторожны проверяйте всегда любую информацию по разным источникам в том числе то что я говорю вам сейчас будьте критичны не бойтесь экспериментировать это важно и не доверяйте никогда никому никакому одному источнику информации слишком много слишком много людей которые ради того чтобы продать свои услуги свои товары себя получить рекламу готовы говорить вещи которые которых они не разбираются даже приблизительно поэтому будьте осторожны внимательны и критичны прошлый раз я использовал термин зимний зеленые и вероятно использовал его не совсем корректно дело в том что строго говоря зимни зелеными растениями называются растения которые растения растущие в умеренной зоне которые в конце лета в начале осени даже в начале зимы выпускают новые побеги с листьями зимуют с ними причем они могут фотосинтезировать даже в зимнее время при условии положительных температур и весной или в середине лета это листь эти листья отмирает вот типичное зимне зеленое растение нашей флоры это земляника или клубника наведет себя именно так строго говоря многие растения выращивают листья в начале лета после чего эти листья функционируют все лето осенью они по-прежнему остаются зелеными зелеными уходят в зиму и более-менее зелеными выходят из зимы и лишь весной эти листья поврежденные они либо остаются и живут какое-то время на любом случае растение образует новые листья либо эти листья вообще не зимует как у большинства растений и такие растения называются летний зелеными те растения которые сохраняют листья и налито и на зиму могут называться летний зимний зелеными а еще их называют полувечно зелеными потому что вечно зеленые растения как предполагается могут сохранять листву несколько лет если вы хотите я могу и дальше погружаться в дебри терминологии который в общем-то не является настолько строгой и я ради интереса заглянул несколько словарей ботанических терминов и там встретил немножко разное описание термина зимний зеленый но суть этого понятно растения которые уходят в зиму зеленый листвой вопрос номер два может быть номер один здравствуйте нужен совет по поводу вереска купила вереск как его сохранить до весны смотрите вереск это растение семейства вересковых вечно зеленые вот эти вот маленькие чешуйки это нормальные полноценные листья просто они маленькие это кустарник а соответственно как у любого вечно зеленого растения в морозном климате у него есть определенная проблема с иссушением листвы поэтому его часто в европе в том числе филляндии в том числе филинградской области петербурге используют как растение для зимнего декорирования его осенью ставят уже цветущим он прекрасно стоит всю зиму при этом скорее всего погибает особенно в холодных местах то есть там где минус 20 минус 30 в горшке он вряд ли выдержит весной вы просто выбрасывает это циничный способ и в основном в основном эти растения используют в зимнем декоре в новогоднем декоре европейских городов домов и так далее то есть вариант один вариант два его можно посадить но вереск растения довольно противоречивые к условиям места обитания с одной стороны ему нужно яркое солнце песчаные хорошо дренированные почвы кислые почвы с некоторым примеси торфа не сухие но и не влажные с другой стороны вы его сажаете под соснами на ярко освещенное место южной экспозиции весной стаивает снег у вас на улице еще мороз корни еще замерзшие на улице минус может быть и днем и ночью и вас он прекрасно сгорает либо вариант 3 вы его закрываете на вот эту вот весну фасадной сеткой для того чтобы он не сгорал и тогда на вас более менее живет вопрос нужно ли вам такие усилия для сохранения этого растения учитывая его не очень большую цену и вересковый сад это действительно красиво конечно но это красиво когда это не один вереск а разные верески разных сортов но тут возникает следующая проблема верески разных сортов по-разному переносят по крайней мере петербургскую зиму понятно что в минске где вы живете условий климат помягче то есть видимо и зимы не такие суровые и возможно снега больше но вот эта проблема посадить на ярко освещенное место солнечное место и при этом не дать ему высохнуть в марте-апреле когда уже ставил снег но еще не оттаяла земля и температуры минусовые не работает ни корни не работает хлорофилл сегодня в лучшем состоянии это вот задача нетривиальная вопрос номер три чистец классный хочу такой сорт у меня серебристый тоже радует сейчас на фоне серости будут ли медуница морозник буквица расти в условиях южной жары или это растение для средней полосы если они ошибаюсь возможно я ошибаюсь вы живете в ростове-на-дону и там действительно достаточно сухие жаркие летние дни с другой стороны если проехать чуть южнее где тоже бывает жара предгорье кавказа там жарко но при этом там иная влажность и поэтому многие растения тот же морозник тот же чистить те же медуницы буквицы прекрасно растут и причем составляют причем растут в природе они в посадке поэтому в местах где жаркий и сухой климат нужно выбирать для таких растений места где выше влажность даже не почвы а воздуха то есть это может быть северная сторона дома это может быть рядом с каким-то прудиком водоемом водопадом идеальное решение это фонтан который всегда будет увлажнять воздух но конечно у вас вашем регионе в вашей области и городе могут расти очень многие вещи которые не будут жить в петербурге будет не хватать тепла у них будет для них будет слишком суровая зима я например знаю что некоторые люди экспериментируют с магнолией крупнолистом вечно зеленым деревом который традиционно считается может расти только на южном берегу крыма и в сочи но при этом в вене кто в общем то наверное этот город вряд ли кто заподозрит как город южный они используются в городском озеленении этом еще одна иллюстрация того насколько суров климата россии даже в самых теплых южных местах так вот в ростове-на-дону она может обмерзать но она там будет жить для вашего климата лучше использовать растение заридных областей то есть растения которые могут без ущерба для себя переносить недостаток влаги более того они настолько приспособились к условиям недостатка влаги что в ленобласти например даже если им будут подходить температуры даже если и не будут прекрасно зимовать под снегом они будут просто вымокать зимой из-за того что у нас слишком сыра обратите внимание на растение средиземноморской флоры их там достаточно много они больно это для солнечных мест разумеется а в тени конечно можно посадить все то что вы перечислили но нужно выбирать более влажные места даже не скажу что более теневые а места более влажные посмотрите наверняка в своем саду вы найдете такие уголки где есть тень и за счет этого там менее быстро высыхает земля где есть деревья дающие тень но и корневая система не подходит слишком близко к тому месту где вы планируете что-то сажать здесь это важно понимать что деревья они дают тень конечно под ними влажней всегда разумеется но они при этом сушат почву некоторые это делают намного более решительно чем другие и под некоторыми растениями под некоторыми деревьями почти ничего не растет под другими можно сажать все что угодно но я думаю что это будет тема отдельной беседы ищите влажные тенистые прохладные места влажная почва влажный воздух и тогда вы сумеете выращивать практически все те нелюбивые многолетники более того учитывая ваши более мягкие зимы и я думаю что у вас минус 30 без без снега не случается практически никогда и даже минус 20 это редкость у вас будет расти все то что может даже не расти в петербурге но вот создайте влажные условия и тогда вы сможете посадить все что угодно спасибо большое барвинок уже в августе желтеет и высыхает не поняла как он у вас зеленый в ноябре вот это вот особенности мрачного региона россии у нас сыра у нас влажно и у нас долго не бывает страшных морозов а иногда они бывают сразу плюс 10 неделя минус 27 без снега январь месяц и после этого вздыхает спирея барбарис и все что угодно из менее экзотических видов так было несколько лет назад что касается барвинка я насколько я понял из комментариев вы из саратова и у вас жарко и сухо летом для меня загадка что он у вас высыхая в августе умудряется вообще жить потому что у таких растений как барвинок листья прочно держится на растении и при их сушением я думаю что он будет погибать и сам может быть у вас не барвинок а что-то близкое к нему может быть у вас какое-то растение похожее на него например флок с растопыренной который тоже цветет синими цветами синий фиолетовыми цветами но вот он как раз по моему беззимующие листвы чтобы у вас барвинок жил хорошо долго и не высыхал в августе вам нужно влажное место вам нужно более высокая влажность воздуха и более высокая влажность почвы я думаю что жара для него не очень кредит не столько критично для него жара потому что он заходит своем ареале и достаточно южные регионы и запад украины и там бывает те же 30 градусов я думаю нормальная температура для лета другое дело что там где он растет и растет в подлеске эта тень это влажный воздух от деревьев это может быть сухая тень когда деревья впитывают влагу из земли и там относительно сухо но тем не менее влажность воздуха высокая нет ветра и поэтому там себя хорошо чувствовать посмотрите какие ваши условия если у вас действительно солнечное место или полутеневое место открытое всем ветрам ничего удивительно что он высыхает удивительно что он при этом живет для меня а у нас он зеленый потому что влажно у нас с ним другая проблема и кстати эта проблема была в ту самую страшную зиму когда у нас был бесснежный декабрь а потом бесснежный январь просто декабрь был до плюс 10 инварь был до минус 30 они вымерзают либо весной оказавшись на ярком солнце на хорошо промерзшей почвой они не могут начать фотосинтезировать их не может начаться обмен веществ они просто высыхают поэтому у нас их надо сажать зимнюю тень и весеннюю тень это относится к большинству вечно зеленых растений место для их посадки достаточно легко определить как на натуре так и просто посмотрев высоту солнца над горизонтом в петербурге к счастью для зимний зеленых и вечно зеленых растений но к несчастью для нас солнце сентября по апрель по мае достаточно низко и часто там где летом в июне и июле солнце до начала мая до середины апреля может быть даже до середины мая полутень или тень также есть еще одна достаточно распространенная ошибка когда растение которым требуется тень и которых и зимующие листва сажают в тени листопадных деревьев в итоге весной они оказываются на полном солнце когда им как раз эта тень нужно а летом когда им в общем-то хочется солнца чтобы набрать питательных вещей запастись питательными веществами и вырасти наоборот они оказываются в тени иногда очень плотной это еще одно условие которое может им помешать расти но об этом я думаю тоже нужно будет сделать отдельный ролик как выбрать место посадки для роддендрона большое спасибо за внимание надеюсь я исчерпывающе ответил на заданные вопросы возможно поставил новый но если у вас есть какие-то новые вопросы новую тему которые вы хотите чтобы я осветил меру своих познаний с радостью это сделаю большое спасибо всего наилучшего с вами был виктор тропченко на канале европлант life спасибо за просмотр! Продолжение следует...